Именно с памятника Герою Советского Союза на Малой Родине губернатор начал свою масштабную программу визитов Камышин. Следующим пунктом стала старейшая в регионе школа. В этом году здесь завершилась не просто модернизация, а возведение с нуля, отвечающего современным требованиям спортивного зала. Долгие годы физкультуры дети и педагоги занимались в приспособленном помещении 1880 года постройки, расположено в 300 метрах от основного здания школы. Мечта учащихся и учителей Нижнедобринского сельского поселения о современном спортивном зале, где можно проводить соревнования, исполнилась. По итогам встречи с жителями Камышинского района в 2018 году соответствующую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров. Нужно сказать, что Камышин, Камышинский район в полном объеме, несмотря на все сложности, которые у нас сегодня существуют, существуют, выполняет те задачи, которые были определены в четком соответствии с графиком и с достаточно очень хорошим качеством. Мы в полном объеме выполнили те задачи, которые запланировали на 2019 год. И нужно отметить, что объекты, которые здесь были построены, реконструированы, сегодня, уже на сегодня, пользуются таким большим спросом у жителей. Второй крупный объект, который появится вскоре в Камышине, не новый, но масштаб его модернизации претендует на возрождение здания. Межрайонный медицинский центр, созданный на базе центральной городской больницы города Камышина. Глава региона поставил задачу ввести в эксплуатацию обновленный хирургический корпус медучреждения до конца текущего года. Больница, хирургический корпус должен быть сдан в эксплуатацию, введен в эксплуатацию. Он должен быть оборудован всем недостающим оборудованием, то, что мы сейчас обсуждали, дальше, все это мебели, да, и готов принимать пациента. Потому что это для, ну, ужатка, вот, все вот такое в городе, не понимаем, что там идет пока ход ремонта, дальше, сейчас надо до конца конкурсную процедуру провести. И к концу года я сразу хочу сказать, чтобы не было никаких недоразумений с вами со всеми, мы должны его ввести полностью в эксплуатацию. К центральной городской больнице Камышина прикреплены 230 тысяч жителей северной части города, Камышинского района, а также соседних Котовского, Ольховского, Жирновского и Рудненского районов. В структуре больницы 11 стационарных отделений, две поликлиники, две женских консультации, первичное сосудистое отделение. С декабря 2019 года здесь также работает центр амбулаторной онкологической помощи. Помимо хирургического корпуса с полным арсеналом самого современного оборудования, в больнице появится даже своя вертолетная площадка. Тем не менее, да, сегодня мы посмотрели ряд объектов, да, которые требуют дополнительного внимания. Это и лечебное заведение города Камышина, по которым приняты сегодня дополнительные решения по выделению финансовых средств для приобретения дополнительного оборудования и завершение реконструкции хирургического корпуса. Заключительным объектом рабочей поездки губернатора стала набережная города. В ходе выездного совещания глава региона отметил, что руководство Камышина и Камышинского района, несмотря на все сложности, в полном объеме и в соответствии с графиком, выполняют работы на объектах. Набережную города планируют полностью привести в порядок к концу 2021 года. Это знаковый проект для Камышина, Камышинского района. Я бы хотел сказать, что это знаковый проект для Волгоградской области в целом. Мы находимся на набережной города Камышина, который перешел уже в третий этап реконструкции, который мы завершим к концу следующего года. Я нисколько не сомневаюсь, что работы будут завершены. Но уже сегодня мы обсуждаем и четвертый, и заключительный этап, который потребует дополнительных финансовых средств и дополнительных решений. И в полном объеме та мечта, о которой говорили мне жители Камышина, будет полностью реализована. То есть город Камышин получит полномасштабную набережную со всей инфраструктурой и прибрежной зоной, благоустроенной. С дорогами, парками, скверами, с территориями для отдыха, занятия спортом. Диана Бакулина при поддержке Пресс-службы администрации Волгоградской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова